Мы продолжаем серию специальных репортажей о военных артефактах. Видавшая виды солдатская гимнастерка, портсигар, пробитая осколком каска. Вещи, ставшие свидетелем Великой Отечественной войны, порой способны рассказать о ней даже больше, чем ее герои. Во второй серии речь пойдет о солдатском блокноте, на страницах которого зарифмована мировая битва. О том, как развлекались на войне, узнала Анастасия Ингорн. Чужие тревоги давно минувших дней Галина будто переживает сама. Они излиты на страницах блокнота, доставшегося от отца. Его Герман Михайлович получил в декабре 44-го вместе с наградой за отвагу. Так началась летопись его жизни. Это не обычный дневник, стихотворный. Но между строк легко прочитать, что чувствовал ефрейтор в те страшные времена. Среди записей пошлые анекдоты, и популярные песни, и поэзия Пушкина. Все, что помогало бойцу отлечься и не потерять веру в победу. Это не просто было отдушина, это было свободное время. И, мне кажется, радость и счастье, когда все происходило. То есть это была не только радость победы, а вот эта вот общая радость, несмотря на ранения, несмотря на госпиталь. В минуты, когда было особенно тяжело, когда сердце рвалось от тоски по родине, солдаты искали ниточку, которая связала бы их с мирной жизнью. Кто-то писал письма, кто-то делал самокрутки, кто-то пел. Простые радости не давали солдатским душам сгореть в горниле войны. Досуга для солдат, особенно во время промежутков между сражениями, крайне важен. Это даже изображается, как вы знаете, в художественных фильмах. Это, возможно, песни там, какие-то танцы. Опять же, как я уже говорила, письма домой. Это просто необходимо. Хотя бы потому, что вспомнить, зачем он здесь. То есть ради кого он, собственно, воюет. Кто его ждет дома? Все приходящее, а музыка вечна, говорится в знаменитом фильме. Под нее провожали на фронт, встречали любимых с войны, шли в бой, скучали. В Сырловском саду Вайнера на премьер-мелодии заглушали отзвуки сражений. Голодные, измученные работой в тылу, горожане приходили сюда, на танцевальную площадку, чтобы поймать ритм обычной жизни. Звучала музыка, то есть пели песни. Ну, это тоже, как бы, такой необходимый элемент. Война войной, но жизнь, она, как бы, не останавливалась. И чем лучше было положение на фронте, тем, как бы, веселее становилось в городе. Ну, а чтобы оптимизма не теряли фронтовики, на передовую с солдатами шли артисты. Первый театральный эшелон из Свердловска отправился в 43-м. Вез простые человеческие радости и ощущения праздника. Походные спектакли или концерты были больше, чем развлечения. Они, в первую очередь, хотели сказать, что мы с вами, в любом случае, и мы вас будем поддерживать. Они ведь отправлялись, что самое интересное, не просто со своими какими-то творческими выступлениями. Они отправлялись туда с подарками, с письмами от родных. Солдатам было очень важно увидеть людей в гражданской одежде. Пообщаться с людьми, которые находятся в спокойных и мирных городах. Быть на войне на вторых ролях не желали цирковые артисты. Конницы, акробаты, гимнасты и, конечно, клоуны выступали на вокзалах перед отправкой фронтовых эшелонов, в госпиталях, на передовой. Взрывы снарядов, стрельба, крики – шоу все равно должно продолжаться. Ленинградский цирк, когда холодно было, все сидели в тулупах, а артиста, гимнастка выходила в купальничке и, берясь за трапецию, у нее прилипали руки. Отрывало чуть ли не с кожей, но она работала свой номер. Больше всего улыбок, понятное дело, вызывали клоуны. Их выступления в буквальном смысле были политическими. Шутники мастерские высмеивали врагов. Шут фашисты, самолеты разных фирм стараются. Только что-то при полетах в землю ударяется. На смех ненавистного врага солдаты в первую очередь поднимали частушками. Этот народный фольклор был настоящим лекарством для истерзанных душ и эликсиром храбрости. Посмеявшись над глупым немцем, армейцы с новой силой шли в бой. С песней и помирать не страшно, шутили служивые. Музыка давала им силы просто просыпаться и идти навстречу победе. Во время Великой Отечественной войны именно народные песни, как ни странно, очень часто помогали восстановить внутреннее равновесие, восстановить внутреннюю нервную энергию и посмеяться и над врагом, посмеяться и над своим соседом, вообще посмеяться над смертью. Все эти звуки, слова и ноты сплетаются в мощную военную поэму, которая и сегодня заставляет сердца биться чаще. Перелистывая отцовский блокнот, Галина ждет продолжения, но раз папа уже нет в живых, берется за перо сама. Уходит все дальше от нас та война, и фильмы о ней снимаются реже, но в каждом из них острее игла, а воздух окрашен в них кровью твоей. Субтитры создавал DimaTorzok